Народный артист России Николай Бурляев посетил Иваново. Актер театра и кино, чье имя неразрывно связано с Андреем Тарковским. Роль руководителя Института культуры МЧС России тоже часть творческой деятельности артиста. С легкой руки Николая Бурляева по всей стране открыто уже 29 киноклубов «Золотой Витязь». Все они созданы для показа хорошего российского кино. Аудитория – сотрудники МЧС, их семьи, школьники и студенты. С этого дня свой киноклуб есть и в Ивановской области. Они действуют от Дальнего Востока, от Уссурийска, вся Сибирь, Калининград, Северный Кавказ. Это как бы начало альтернативного кинопроката. Поскольку я сам, как кинематографист, не согласен с политикой проката в России, считаю, что российский кинопрокат стал отделением американского кинопроката. И идет серьезное понижение духовного уровня нашего народа. Кинофорум «Золотой Витязь», который я возглавляю, дарит во все структуры МЧС те сокровища и кино, которые мы обрели за 25 лет жизни кинофорума «Золотой Витязь». Ивановской области Николай Бурляев вместе со своей супругой, актрисой Ингой Шатовой, передал 100 фильмов. Потом поступят новые. Спасателям все картины будут доступны. Их можно скачать и устроить, например, семейный просмотр. Здесь то, что вы практически не видели и не видите на экранах телевидения. Это то, что считается не рейтинговым на наших первых каналах и не форматом, как говорят часто первые каналы про фильм. Кстати, который сейчас мы вам покажем. Здесь премьера будет в Иваново «Гоголь ближайший». Фильм, который был предложен всем телеканалам о Гоголе, о православном писателе. И все каналы ответили и не формат. Региональный МЧС, в свою очередь, обещает, в фильме пылиться на полках не будут. К просмотру постараются привлечь максимальную аудиторию. Просмотр данных фильмов будет заключаться не только в структурах МЧС России. Мы организуем, естественно, благотворительные показы и в рамках школ, и высших учебных заведений. И будем решать вопросы и с кинотеатрами, для того, чтобы именно в благотворительной форме могли пройти эти показы. И все население области могло быть задействовано в рамках данной работы. Фильмы документальные и игровые, в том числе про тех, кого принято называть классиками. Пушкин, Тютчев, Есенин. В день, когда и в Иванове появился свой киноклуб, показали картину «Гоголь ближайший». Следующий на очереди – лента про Лермонтова. Создатели обещают, что там поэт будет абсолютно другим, не похожим на себя в школьных учебниках. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.